Это самая настоящая кладка шелкопряда. Почему именно маслом мы это смазываем? Потому что очень живучее создание. Масло как раз таки перекроет им кислород и невозможно будет дальше развиваться в полноценную куколку. Вот, поэтому вот так мы делаем и уже обрабатываем полноценно. Вот так, не торопясь, дерево за деревом обрабатывается каждая кладка непарного шелкопряда. На одном стволе их может быть с десяток. Однако обработка кладок – действие столь же важное, сколько и медитативное. Не спеша одно дерево за другим девушки волонтерского штаба обходят каждое дерево в лесопарке. Мы обнаружили здесь много деревьев. К сожалению, из-за потопа немного проблемно обработать части деревьев, которые находятся ближе к речке. Но мы работаем с этим. Близиновые сапоги никто не отменял. Днем ранее волонтеры обработали Центральный парк культуры и отдыха. Говорят, деревьев с кладками непарного шелкопряда там куда меньше – стараниями экологического Рязанского альянса и работников парка. В планах и другие скверы и парки города. А по тропице, говорят, стоит. Через две недели обрабатывать кладки будет уже поздно. Они начнут превращаться в гусениц, а тех вручную уничтожить практически невозможно. Сейчас такая прекрасная пора, весна, потепление. И можно легко совместить полезное с приятным. Просто, например, прогулки на отдыхе, с семьей на природе. Можно легко взять с собой баночку масла и кисточку небольшую. Также существует механический метод. Но он достаточно проблемный. И с маслом все будет гораздо легче. И хоть кладки непарного шелкопряда обрабатывали и по осени, борьбу эту, говорят специалисты, надо продолжать. Даже счесать одну такую кладку с дерева металлической щеткой уже хоть небольшая, но помощь.